Как разрезать единичный квадрат на ядрый квадратик? Ясно, что сторона у каждого квадратика будет единица на поле низа. Тот способ, который я когда-то даже нарисовал, как я сейчас понял, он отнюдь не всегда самый лучший. Тем не менее, у меня в этом тексте описан был только он. Но вот здесь конкретные примеры. Мы хотим разрезать, допустим, на 21 равный квадрат. Что мы делаем? Мы вырезаем сначала 16 квадратиков, вот так, как нарисованы. У нас остаются два прямого квадратика. Одинаковые ширины, кстати. Мы их прикладываем друг к другу, получаем длинный прямоугольник. Этот длинный прямоугольник по площади должен равняться 5 оставшимся квадратам. То есть всего же 21 квадрат, 16 у нас есть. Значит, его вообще-то надо разрезать на 5 тоже равных прямоугольничков. Надо поднять вверх чуть-чуть. Вот мы его разрезаем на 5 равных прямоугольничков. Или другой вариант. А эти прямоугольнички потом преобразуем в квадрат. Потому что мы имеем же квадрат в прямоугольник. Но обратная процедура такая же. А можно сделать что-то другого. Можно его несколькими разрезами преобразовать тоже в прямоугольник. Но увеличить немножко его ширину, чтобы ширина стала равной в точности размеру квадрата. Потому что ширина вот этого прямоугольничка, который там остался в виде буквы Г, она, естественно, меньше, чем размер квадрата. Иначе бы у нас просто квадрат разлагался бы, полностью разлагался бы на равные квадраты. Но с 20-ти одним квадратом это, конечно, нельзя сделать, потому что это не квадрат. Поэтому там меньше. Её хочется немножечко увеличить, чтобы она стала в точности равной ширине квадрата. Ну вот это можно сделать вот таким образом. Разрезав вот такие куски. Но это частный случай того способа разрезания, который был лучше. Вот мы его так преобразуем. Теперь поднимаем вверх. А здесь уже мы его режем на 5 мисков, которые, собственно, и будут квадратить. Нужны вина. Ну а вот так просто нарисовано, из каких частей состоял исходный гримогольник. Ну это, собственно, и все. Вот такой способ. Я известен американскому схематику Саати под названием... Ой, забыл я это название. Ну что-то типа дискретной, активизационной задачи. Вот в таком стиле. Вообще Саати, он известный специалист по теории массового обсуждения. То есть он занимался разными задачами, относящимися к теории вероятности, скорее. Ну он, видимо, любитель всякой такой забавной, ультиматики. Вот зачем-то он написал эту книжку, ее зачем перевели на русский язык. Спасибо.